Речной порт Атырау. Для жизнеобеспечения персонала порта имеются ниже следующие офисные здания. Трехэтажный офис со столовой на 100 посадочных мест. Двухэтажный офис 700 квадратных метров для персонала. Двухэтажный офис 250 квадратных метров для персонала. Контейнерные здания для персонала. Автономная газовая котельная. Система питьевого водоснабжения с аварийным запасом воды 30 кубических метров. Речной порт был открыт в Гурьеве в 1926 году. Основной деятельностью были речные перевозки по реке Урал и Каспийскому морю. В 2009-2010 годах была проведена полная реконструкция мощностей порта в соответствии с международными стандартами. Порт рассчитан на обработку судов любого типа, пригодных для прохода по Урало-Каспийскому каналу. В период реконструкции 2009-2010 годов заново построены причальные стенки, объекты инфраструктуры, вспомогательные здания и сооружения. Полностью обновлены системы жизнеобеспечения. Подняты и направлены на утилизацию семь затонувших судов с акватории реки Урал, прилегающей к причальным стенкам порта. Поднятие судов – это крупный экологический проект, осуществленный совместно с областным Акиматом. Финансирующий и координирующей стороной всеми компетентными органами этого объекта был консорциум ИСКЕР. А техническим исполнителем выступил речной порт. Современный порт занимает территорию площадью 10,69 гектара. Протяженность береговой линии – 540 погонных метров. Длина причалов – 210 метров. Сам причал состоит из двух частей – коммерческого и погрузочного. Погрузочный причал длиной 110 метров предназначен для перевалки крупногабаритных и крупнотоннажных грузов. Прилегающая территория погрузочного причала оборудована усиленной железобетонной платформой площадью 1257 квадратных метров, предназначенной для работы большегрузных грузоподъемных кранов, а также железобетонной площадкой площадью 3830 квадратных метров для перевалки грузов. Коммерческий причал длиною 100 метров предназначен для судов, занятых на перевозках народно-хозяйственных грузов. К коммерческому причалу примыкает технологическая площадка, устроенная из аэродромных плит общей площадью 3036 квадратных метров, которая позволяет производить любые транспортные операции на суше. Данный причал оборудован портальным краном грузоподъемностью 16 тонн при любом вылете стрелы длиной 32 метра. Кроме причальных сооружений, порт оснащен бетонированной площадкой общей площадью 31 320 квадратных метров. Данные мощности позволяют производить любые работы по складированию грузов, по сборке крупногабаритных модулей и конструкций. Для закрытого хранения грузов построен отапливаемый крытый склад площадью 1200 квадратных метров, оборудованный мостовым краном грузоподъемностью 5 тонн, а также неотапливаемый ангар площадью 450 квадратных метров. Энергоснабжение порта осуществляется из двух независимых фидеров посредством двух КТП мощностью 1600 кВт ампер каждое. В качестве источника резервного питания установлены три газопоршневых генератора АГП-315 с суммарной мощностью 945 кВт ампер. По всей площади бетонированных сборочных складских площадок организовано энергоснабжение на выносные электрощиты фирмы ГИФАС для подключения любых электрических приборов и оборудования мощностью до 160 кВт ампер каждое. После возобновления своей работы после реконструкции порт совместно с консорциумом ИСКЕР и его партнерами завершил контракт по изготовлению, сборке и доставке 12 модульных зданий для морского комплекса нефтяного месторождения «Кашаган». По итогам данного проекта крупногабаритные модули с суммарным весом 1893 тонны на шести несамоходных баржах отгружены с причалов порта в адрес острова Д, месторождения «Кашаган». В 2011 году начаты работы по регулярной доставке материалов и оборудования для подрядчиков компании «Аджит», ведущих строительства и обустройства месторождения «Кашаган» на искусственных островах. В период с 2011 по 2014 года в общей сложности осуществлено доставка 27 923 тонн оборудования и материалов на 126 баржах. В мае 2011 года сухогруз «Омский-105» доставил в порт Атырау крупногабаритное технологическое оборудование и турбины для расширения мощностей Атырауской ТЭЦ. Общим весом 656 тонн. В течение октября-ноября 2012 года перевалено через причалы порта 6 несамоходных барж с 544 тоннами крупногабаритного и крупнотоннажного груза, предназначенного для реконструкции Атырауского НПЗ. Также порт принял груз, прибывший в адрес Тенгиз-Шевройл, баржу общим весом 631 тонна. В 2020 году речной порт Атырау принял 6 барж с 25 оборудованиями общим весом около 4000 тонн. Это резервуар для хранения пропана и реактор тегидрирования пропана для проекта газохимического комплекса компании KPI на Каработане. По выходу с УКК в Каспийское море можно проложить три основных маршрута следования грузов. По акватории Каспийского моря в внутренние морские порты Республики Казахстан. Актау, Баутина и Курык. По акватории Каспийского моря в порты сопредельных государств Азербайджана, Туркменистана и Ирана. По реке Волга выйти в единую глубоководную транспортную систему Европейской части России, состоящей из Волгодонского, Пеломорско-Балтийского каналов и Волгобалтийского водного пути. В 2020 году были проведены дноуглубительные работы на устье Урала-Каспийского канала. Появилась возможность полноценной транспортировки грузов по этому каналу. Теперь речной порт Атырау может принимать ежегодно до 15 тысяч тонн груза и стать перевалочным пунктом для обслуживания по доставке материалов и оборудования для нефтяных компаний как для морского месторождения Кашаган, так и наземных месторождений на Каработане и Тенгиз. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...